Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Мамины Советы. И сегодня я представлю вам оригинальный рецепт шашлыка в духовке. Мясо просто не отличить от приготовленного на мангале. И зимой любителям шашлыка очень пригодится этот способ. Итак, готовим. У меня 1,2 кг свиной шеи. Огромная луковица сразу на полкило. Лимончик возьмем треть, немного соли. Есть приправ то, что вы любите. У меня же для шашлыка, для мяса и хмели-сунели. Советую добавить специальный набор специй с дымком или для гриля. Сначала приготовим луковый маринад. Для этого лук порежем тонкими полукольцами. Теперь самое главное, весь лук мы хорошо передавим руками по принципу квашеной капусты, чтобы он выделил сок. Глаза будет щипать, лучше заранее надеть очки. Мясо я режу прямоугольниками или кубиками с гранью примерно 5-7 сантиметров. Не бойтесь нарезать криво. Мясо принимают нужную вам форму уже на шампуре. Шашлык лепится, как пластилин. Выкладываем мясо к луку. Добавляем специи и немного солим. Знатоки шашлыка рекомендуют солить мясо перед жаркой и мариновать без соли. Но я уже убедилась, солить в этом случае просто забываю. Поэтому делаю все сразу. Нарезаем 3-4 колесика лимона. Удаляем косточки и выжимаем сок. Добавляем в шашлык. Все очень хорошо перемешиваем, чтобы специи распределились равномерно. И все мясо пропиталось луковым соком. Прямо как тесто месите. Берем чистый мешок. Проверяем, чтобы не было в нем дырок. Выкладываем мясо с луком. Выпускаем в воздух и крепко завязываем пакет. Для надежности положите будущий шашлык еще в один мешок. Мало ли что. Мариноваться шашлык должен в холодильнике сутки или двое. Больше не надо. Ведь лук сам по себе долго не хранится. Если вам нужно побыстрее замариновать, то лучше всю эту вкусняшку оставить при комнатной температуре на пару часов, надежно спрятав от домашних питомцев. Но чем дольше маринуется шашлык, тем он нежнее получается. Особенно из куриной грудки. В принципе, подойдет любой маринад для шашлыка на ваше усмотрение. Можете смело мариновать так, как привыкли. Я же поделилась своим, которым пользуюсь уже не первые десяток лет. Прошли сутки. Берем чистый поднос для запекания, фольгу и недлинные шампуры. Насаживаем все мясо, формируем шашлык и выкладываем его рядами на поднос, чтобы все влезало по длине. Расстилаем фольгу, перекладываем на нее будущий шашлык и заворачиваем, иначе мясо пригорит. Можно особо не стараться, достаточно одного ряда фольги. Закрепляем края и перемещаем всю эту конструкцию обратно на поднос. Заранее разогреем духовку до 200 градусов и ставим шашлык на 45 минут. Лук от маринада я отдельно обжариваю на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Отличное дополнение к гарниру, только не забудьте предварительно вынуть из него лимон. После 45 минут мы убираем фольгу, можно не всю, оставьте снизу, и запекаем еще 15 минут. Аромат шашлыка стоит на всю квартиру. Если соседи вдруг прибегут посмотреть, что у вас такое вкусненькое, сильно не удивляйтесь. А поделитесь с ними, если не мясом, то хотя бы этим рецептом. Готовое мясо можно положить на луковую подушку из жареного лука. Шашлык в духовке будет самым лучшим блюдом на новогодний стол. Он просто сделает ваш праздник. Это, правда, невероятно вкусно. Монтируя данное видео, прямо чувствовал опять этот вкус и аромат обалденного лакомства. Еле работалось. Обязательно попробуйте приготовить. А какой у вас любимый маринад для шашлыка? Расскажите в комментариях. А также подписывайтесь на канал Мамины Советы, где я публикую свои самые любимые рецепты.